Начали снимать. Ленка делает температуру на кондиционере. Сегодня она наш оператор. Мы с Ильей будем вещать новую нашу трансформацию. Так как я после травмы тоже восстанавливаюсь, начнем мы вместе с Илюхой бомбить. У меня как раз будет отбор через два месяца. И заодно посмотрим, успею восстановиться или нет. Ну что, Илья? Ну, наверное, про себя чуть-чуть расскажу. Давай, мочи. Собственно, всем привет. Я владелец зала Friendly Fit. У нас кроссфит зал. Я никогда сам кроссфитом не занимался. И я на собственном примере докажу, что человек с травмами, новичок, спокойно может заниматься кроссфитом. И достигнуть определенных высот в этом. Собственно, все. В этом и заключается суть нашей трансформации. Давай так. Значит, какие у нас условия? Мы тренируемся три раза в неделю. Ну, три-четыре, когда, то есть, по возможности. И один раз мы делаем такую объемное кардио. Четвертый. Да. Вот. Илюха обязуется не пропускать. И Макдональдс только по субботу. Это точно. В данный момент он сейчас находится вот в такой форме. Давай, Илюх, скидывай майку. Давай, давай. Дорого стоит. Нет, нет, нет. Надо полностью. Давай, как Пашок. Чего? Раздевайся? Конечно. На ютубе телесомод. Вот. Ты как Емельяненко. Стоп. Давай боком. Хорошо. Хорошо. И передом. Избушка, избушка. Отлично. Но, в принципе, есть с чем работать. Материалов достаточно. Все, Илюха, одевайся. Можешь не одеваться, это же CrossFit. Можно, без футболки. Ну, чтобы вес скорее. Сейчас Ленка начнет снимать. Я расскажу, какой у нас будет первый комплекс с ним сегодня с Илюхой. Мы сейчас сделать кондицию такую небольшую с Илюхой. Комплекс у нас будет состоять следующий. Мы уже с ним сделали разминку. Поработали на салтбайке. Это я все распишу на ютубе на канале. То, что мы с ним делали разминку, которую мы делаем на салтбайке. Сделали разминку мы мобилити на резинках. Сейчас мы будем делать кондицию, которая будет состоять у нас работа с гантелями. Пять подходов у нас будет по 10-12 повторений. Отдых будет между ними 2-30. Это говорит о том, что вес у нас должен быть где-то больше среднего. Почему? Потому что большой отдых. Будем мы с ним делать бенч-пресс. Двумя гантелями. Это мы ложимся будем на скамейку. И вот так спокойно жать. Сегодня у нас такая силовая работа. На плечи, на трицепс. Так, значит, не пишет, да? Пять на десять, 2-30. Где 5-30? Тогда я покажешь. Давай, вот просто вот здесь вот. Поехали. Раз, два, три. Гантели, бенч-пресс, жим лежа. И 5 на 10, 12 повторений. Пять подходов, первые подходы, 10-12 повторений. Рест, это у нас отдых. Типа битвинс, типа каждый. 2-30. 2 минуты 30 секунд. Строгие жимы. И так мы будем работать 5 сетов. Итого у нас получится 5 на 10. Это 50. А 5 на 12, 60. Но мы будем делать 12 повторений. Того 60 раз мы пожмем гантели. У меня будут гантели 2 по 32 килограмма. Сейчас посмотрим, как пойдет после моего восстановления. А Илюха возьмет, начнет 2 по 12 с половиной. И следующие будут 15 у него. У него тоже травма много плеча, травма колена. Так что мы с ним будем работать потихонечку. Снимай Илюху, а я буду просто на фоне говорить. И будем нарабатывать объем. И надеюсь, что будет у нас все без травм. И потихонечку он войдет в глию. Ему понравится. И он будет постоянным в нашем кроссфитером в зале. Так что привлекаем. Привлекаем нашего маленького инвестора к кроссфиту. На русском. А Илюха будет болтать на английском. Чтобы увеличить побольше наших подписчиков. Чтобы нас смотрели люди из разных стран. Итак, поехали делать разминку. Давай, Илюха, болтай. Максимально разводишь. И аккуратно выжимаешь. Не торопясь. Все, на выдохе. Можешь проговорить, это тоже слух. Строгие жимы лежа. Гантелями. Хорошо прорабатывается грудная. И передняя дельта. Так как мы растягиваем вот здесь, в этой точке. И отдыхаем между каждым подходом. 2 минуты 30 секунд. Теперь мы поменяли гантели. Как и говорили, у меня по 32,5. Каждая того получается 65 килограмм. Грубо говоря, я буду делать не грубо говоря, 65 килограмм. Я буду жить в левой 32 и в правой 32. Илюха, как мы обещали, берет по 15. Сейчас он скажет для англоговорящих. Ну и вообще. Руслан у нас будет 65 килограмм. И я буду делать только 30 килограмм. Так что это для начала. После этого мы увидим, как процесс идет. И может быть, какие-то изменения. И мы увидим, как процесс идет. Говорят, могут приходить на нам сюда тренироваться. Здравствуйте, всем. Я Илья. И я владелец CrossFit Gym Friendly Fit. И я буду вам показать, что все могут делать CrossFit. Независимо от своих болезней и так далее. Я имею в виду АСЛ и дислокирование моих ногтей. Я начинка в CrossFit. Я никогда не тренировался в CrossFit. Так что сейчас мы находимся в моем gym. Это «Friendly Fit» CrossFit. Это находится в Москве. И это в районе Строгина. Так что сейчас я буду говорить. Иногда я буду переходить на русский. Иногда я буду говорить английский. Чтобы все понимают, что я могу понять, что я делаю. Так что в нашем режиме вы можете тренировать национальности, на языке. И так далее. Так что я хочу рассказать вам. Это все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и сейчас будет вторая часть B. В ней мы делаем 5 подходов по 5 раз. Этот же вес. То бишь мы первый раз пожали 5 по 12. Отдыхаем. И сейчас жмем 5 по 5. Давай. 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 Мы теперь делаем как? Я на русском говорю, а он вот так. Поехали. Вы можете видеть, что наш друг Сергей, он приехал в нашу gym. И руслан, ошибка. И мы имеем 2 части нашего тренировка. Первая часть, которую вы уже видели. И после этого мы сделаем часть B. Я заставил его. Итак, мы начнем. Поехали. 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 Еще 3 подхода. Итого у нас получается 60. Ну, я делал 10. Это 50 плюс 25. 75 жимов и разогревочные 12 были у нас. 82 жима получается. В общем, мы имеем 82 replies. Это достаточно много. С нашим весом. И мы уже устали. Мои плечи. Пшшш. Первый хочет сказать, что его шаги. Он уже твердый. Ну что, нормально? Да придумаем? На двух языках болтать. Нам еще остался с Ильей один строгий жим лежа на скамье. Потом мы поставили коробки. И будем на них приседать и мамам. Так как мы восстанавливаемся, со штангой сегодня приседать особо не будем. У Илюхи тоже травма колена. Будем потихоньку работать с коробок. И в дальнейшем уже увидите, как мы будем прогрессировать. Так. Так. Мы поставили боксеры. И мы будем сидеть с мамами. Потому что мы будем делать это слегка и легко. Потому что у меня есть болезнь. И Руслан у меня есть время восстанавливания после болезни. После болезни с боком. Настякий попыток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, 12-й МО. С первой по шестую минуту 5 повторений. И с седьмой по 12-й. Ну, короче, тоже 5 повторений. Там единственное, что увеличивается вес. Но Илюха будет увеличивать. Он будет начнет с пятнашками, с двумя приседать. И потом возьмет две двадцатки. А я как бы с тридцати двушками работал, так и буду работать. Только я сделаю себе не 5 приседаний, а там 7 приседаний. Итак, я делаю 12 минут. С первой по шестой минутой мы сделаем 5 повторений. С весом 15 кг. И 32,5 кг. И последние по шестой минутой мы сделаем опять 6-5 повторений. Но это будет увеличиваться весом. Я буду увеличивать по 17,5 кг. И Илюха будет увеличивать то же самое весом. Итак, давайте начнем. Я думаю... Опа! Стоп, стоп! Почему мы работаем с коробой? Чтобы таз у нас не уходил угла ниже 90 градусов. И не было большой нагрузки никакой у нас. И почему мы убрали штангу? Потому что я восстанавливаюсь после спины. Чтобы сверху гриф не давил мне на спину. И не было компрессионной нагрузки на нервное окончание позвоночника. Поэтому я держу все в руках и приседаю на коробку. Восстановимся и потом будем работать со штангой. Итак, во время мы делаем этот упражнение с боксерами, мы делаем это максимально увеличивать угол на 90 градусов. И во время мы делаем... штангу, я хочу сказать... Барб. 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 Потому что Руслан не хочет отверстия его боксерами. Ага, два минуты. Руслан не хочет отверстия его боксерами. 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 Продолжение следует...